итак полетели last of us последняя часть у нас слева 3060 ти на 8 гигов справа 3060 обычно на 12 гигов что мы видим по факту никаких фризов ничего максимальные настройки графики full hd то есть самое то переходное для чтобы увидеть что у нас потребляется все же больше 8 гигов тут в данной сцене 8 с половиной на 3060 обычно и на 3060 ти у нас естественно до 8 не доходит толком потому что это максимум увидишь ну что по кадрам и по линии фрейм тайма они ровные абсолютно везде что там что здесь у нас разница в кадрах в районе 20 процентов в производительность в итоге по ценнику вы покупаете производительность по fps они гигабайты на видеокарте которые вам тут толком никакой разницы не дают но обязательно найдутся люди которые играют в 4к на 360 и говорят что у них просто божественное изображение так-то она так только будет 10 кадров в секунду едем дальше microsoft flight simulator 2020 настройки графику нас 2к изображения полу ультра полу высокие специально было выбрано такое место чтобы при снижении с облаков у нас был переход с 8 гигабайт на 9 и так далее слева у нас 3060 ти справа 3060 сейчас на одной видеокарте у нас упрёмся мы 8 гигов на другой мы уйдем за них туда 9 интересно будет же у нас тут фриз этот баг лак который все так ждут когда не хватает оперативной памяти на видеокарте где на удивление мы просто упираемся 8 гигов у злу все у нас загружено одинаково плюс минус по 17 гигабайт ну и не было никакой просадки но вот количество кадров у нас опять тут в районе 25 процентов просто в пользу 3060 ти но глупо отрицать что для этих видюк играбельный fps будет только full hd это не на ультра настройках не на всех играх поймите это и простите себя что не смогли взять видюху лучше а теперь пытаетесь отстоять ее позиции